Девушки отдыхают 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 быть дпм у нас почти 3000 3000 ну в принципе это неплохо но есть у нас такой большой большой минус вот помните я вчера нет точнее сегодня получается с утра до для вас сегодня с утра я сказал что яга 88 медленный аппарат все беру свои слова обратно яга 88 это просто метеор посмотрите на этого парня 1920 километров в час вот его максималка все что он может из себя выжить если вам нужно перекатиться на какой-то фланг хрен вы это сделаете скорее всего не попал скорее всего пролетела куда-то мимо а вот здесь наверно попал ну второй раз вряд ли получится очень сомневаюсь любитель побландить кстати большое спасибо sorry не хотел за то что прислал вообще эти реплеи потому что иначе у нас не было материала и не было бы этого ролика соответственно так что молодец покатался прислал красавчик давайте постреляем по ледяночки замечательно ледяночка подставляется из кустика вроде как нас не видят а все потому что у нас более или менее адекватная маскировка видимо видимо да на самом деле с маскировкой тут все не так однозначно маскировка это всегда непредсказуемый показатель блин маскировка она то работает то не работает ошибается центурион не все отправляется в ангар кстати видели 360 вылетела у нас на самом деле средняя альфа всего лишь 330 единиц и 360 это уже праздник а в принципе вот для я еда у которого 350 альфы для него это вообще простейшая задача он вообще не страдает от того что не может нанести какой-то урон на нем на яге да это делается очень легко очень легко ну тут надо однозначно перекатываться куда-то в направлении этого вазика ну да ну да вазика размяли остался часы к в 4 ну там еще тигр где-то первый катается непонятно где а он и тигр первый ну все на к в 4 наверное надо выдвигаться к в 4 самый жирный здесь и у него меньше всего шансов удрать от нашей птшки что же сделает наш герой куда он поедет ага он выбрал часы ну в принципе ладно решил прикрыть тылы там т29 сражается бедолага уже полушотный его там птшка расстреляла решил наверно прикрыть ну пускай пускай и мы наблюдаем интересную картину я этот реплей уже на самом деле видел я знаю что сейчас будет и сейчас будет полная жизнь смотрите и внимайте 20 километров в час достойная скорость для нашего танка для нашего аппарата для нагиба конечно 6 и 7 секунд когда это достаточно быстро но вы только посмотреть что происходит у нас сейчас в бою наш герой ехал до часы потратил кучу времени кучу сил он просто ехал пытался догнать часы пытался и в итоге что мы имеем и хрена 1375 следующий кандидат на вылет а он стоит на горочке а на горочке нам его не поймать и что же он делает он просто берет и укатывается и все он где-то там отлетел но один фиг это ничего не решила один фиг он умудрился дожить хорошо kv4 давайте посмотрим как с kv4 мы справимся а никак мы с kv4 не справимся нам тоже не хватает просто возможности пострелять по этому kv4 и вот вуаля все что у нас получилось по сути сделать пару шотиков вот пока мы стояли там в кустике потому что птшка просто тупо физически не может догнать мог кстати два блайнда зашло нифига себе ну два блайнда лучше чем 0 на третью степень получили до 1900 урона и 242 даже нашего на света кого мы нам насветили я честно говоря не понял но да ладно 50 тысяч кредитов и о да о да мы заняли аж третью позицию ну ладно что то мы в этом бою все-таки делали но самое главное то что птшка показала вот то чего и абсолютно точно не хватает так это скорости 20 километров в час но это просто жести то есть 38 которые есть у того же еги вот они реально решают а эти 20 но это просто зашквар какой-то кстати знаете что я забыл я забыл вам показать сколько стоил карапакс раньше смотрите вот это у нас предложение от 20 июля 2022 года 8 с половиной тысяч он стоил то же самое практически предложение и было вот буквально несколько месяцев назад то есть июль этого года первое его появление мне тут есть еще одна картинка первое его появление это 15 тысяч золота от 11 октября 2021 года мне очень жалко тех людей которые покупали его за пятнашку но это просто жестяк то есть он в два раза свалился по цене буквально вот за полгода там я не знаю может за год ладно но в любом случае вот эта цена это просто неадекватная цена 15 тысяч золота эта машинка вообще никак не стоит абсолютно никак не стоит если в случае пачата бараска еще там раздумывал можно ли купить его за пятнашку или нельзя его купить за пятнашку то в этом случае конечно за пятнашку его брать однозначно не стоит это бред бред сивой кобылы давайте посмотрим появились ли у меня эти предложения снова о смотри-ка вернулись вернулись родненькие семь с половиной тысяч и три с половиной тысяч мы наконец-то можем их даже рассмотреть кстати здесь положили два легендарных камуфляжа но я бы не сказал что оба этих легендарных камуфляжа прям уж делают супер красивыми эти танки x5 как обычно на эти танки и больше тут ничего не положили даже какого-нибудь приказика захудалого не положили и все это добро стоит 9 тысяч золота на самом деле вот этот аппарат который мы рассмотрим утром он поинтересней внутри с половиной это довольно таки дорого за него но если брать его вот в этом комплекте за 9 тысяч золота то есть рассчитывать что он где-то треху стоит фулл комплектации да а этот парень стоит где-то шестеру фулл комплектации то более или менее адекватное предложение то есть стальные снайперы его еще можно рассмотреть но вот рассматривать просто т-28 концепт отдельно и тортала отдельно никому не советую ну а теперь к табличке к табличке естественно мы посмотрим табличку дпм 2938 это почти 3000 действительно годный дпм бронепробитие говно 232 миллиметра для пт это очень низкий показатель может быть один из самых низких на восьмом уровне поэтому такое пробитие для пт это просто недопустимо если бы было 250 миллиметров у меня бы даже претензий к этому не было 330 альфы таких танков принципе не существует то есть 330 альфы это вот единственный экземпляр этот тортал остальные имеют либо 350 либо даже 400 и я бы даже сказал что 400 альфы это гораздо круче чем 330 учитывая что вы даете шотики на прокатке вы вообще в принципе очень медленный танк то есть вы даете один шотик а потом вы не можете никого догнать у него должно было быть 400 альфы по-хорошему и ему должны были дать дпм примерно равные яги 88 потому что с учетом его скорости вот посмотрите это 20 километров вперед и 10 назад он очень медленно двигается то есть то что я говорил вчера про его то что ему 12 назад не хватает и 38 вперед ну да он разгоняется медленно он действительно медленно едет у него действительно не хватает эффективной удельной мощности но тем не менее 38 это хоть какая-то максималка тут удельной мощности конечно хватает на двадцатку но двадцатка это просто никакущая максималка вы никого не догоните если вы ошибетесь флангом тут вообще без проблем вас расстреляют слушайте знаете вот даже от 15 по моему это ездит чуть чуть быстрее давайте посмотрим нет от 15 ездит точно так же то есть вы в такой же ловушке как и от и 15 только от и 15 обладает дпм в 4000 а вы в 3000 вы понимаете насколько это высокая разница учитывая вот этот дпм от и 15 еще оправдана может быть такой медленный плюс у от и 15 есть какая-то броня и она получше чем допустим у того же тортала хотя они оба из одного теста это же оба британца к сведению меня претензий нет а вот к разбросу у меня действительно есть претензий разброс огромнейший для этой пт непозволительно огромный разброс кстати 10 градусов уэнов это один из наиболее приятных плюсов этой птшки но все равно эти 10 градусов уэнов ее не спасают в принципе если у вас будет какая-то позиционка и вы будете стоять накидывать как-то от углов может быть вы тогда счетно стреляете и даже будете полезным команде но основном ваше пребывание в команде сводится к тому что вы ездите по карте и просто пытаетесь догнать противников ну либо союзников хрен его знает кого вы там пытаетесь догнать процент побед у нас 50 процентов то есть это не какущий процент побед это даже хуже чем то что у яги 88 опять-таки яга 88 выплывает за счет дпм бедного тортала лишили всего у него ничего нет у него нет брони у него нет подвижности у него нет дпм а ну годного дпм а действительно 3000 это неплохой дпм но для того чтобы он был нагибучим ему нужно было дать опять-таки 4000 не меньше кстати по скорости поворота шасси он тоже один из самых медленных 26 градусов это очень медленно очень медленно его переплевывает правда в тс-5 и конечно же а ты 15 но тем не менее 26 это очень медленно вы это почувствуете ну наверное в следующем бою может быть может быть и давайте еще посмотрим на броньку броньки у нас как таковой особо нет вы видите конечно что-то красное думаете вот он не будет сюда пробиваться но на самом деле у нас здесь смотрите 245 246 миллиметров в принципе на галде это все пробивается у нас есть вот эта планка 203 миллиметра живой брони и 215 приведенки и она тоже легчайше пробивается на галде абсолютно легко вообще всеми танками всеми до единого даже теми же с тэшками советов сюда легчайше можно пробить а вы высовываетесь вот так вот чтобы потанковать и все равно вас скорее всего ничего не получится ну опять таки разве что вы встанете в очень удобную позу в которой вас реально будет сложно выкурить если вы будете играть именно 10 градусов у венов но зачастую таких ситуаций просто бою не возникает противники сами на вас не лезут это вам нужно охотиться за противниками по идее но с другой стороны это пт может быть имеет смысл где-то затаиться и сидеть ждать ждать у моря погоды и может быть вам повезет вы что-то все-таки настрелять и нлдшка естественно тоже картонные она легко пробивается 102 миллиметра ну тут как бы вообще гадалки не ходи любой пробьет борт 92 миллиметра с этой стороны здесь 127 миллиметров борт крепкий то есть бортом действительно она будет танковать но опять-таки вывернуться так чтобы вашу нлдшку было не видно очень сложно и в принципе если кто-то переключается на голду то скорее всего он вас пробьет плюс вам нужно немножко манси в общем сложно танковать на этом аппарате по сути вроде какая-то броня есть но она скорее всего не защитит вас сзади мы конечно картон 76 миллиметров но слава богу фугасы не принимаем то есть 76 миллиметров хватает для того чтобы обороняться от каких-нибудь фугасников это хоть какой-то плюс у этой птшки то что у нас фугасами не пробьют окей разобрались характеристиками птшки давайте поехали во второй бой на здесь у нас восточная гавань куда же поедет на этот раз наш герой ну я бы двинулся куда-нибудь в сторону точки б учитывая что у них много тяжей у них особо нету лтшек стшек то есть смысла стоять на балкончике наверно особого нет ну потому что они будут давить они будут давить какое-нибудь направление то есть в данном случае скорее всего будут давить либо центр либо точку c а пардон точку а потому что на точке c как раз таки у них одна лтшка и она ничего не продает мы уже видели что на балкончике засветился там скорпион а а вот и одна птшка еще засветилась отлично значит скорпион там чариотир здесь здесь еще тяжки всякие выкатываются ну можно в принципе пострелять по тяжикам тяжки к сожалению прячется пока мы там выкатывались ну хоть по чариотиру залетела опять-таки видите какой высокий круг разброса точнее какой большой здоровенный круг разброса высокий да тоже мне нашел эпитет из 2 давайте постреляем по нему может быть он подставится да вот он смотрите как раз не может нас пробить от от угла пытаемся танковать до в борт не залетела замечательно пытаемся опять от угла танковать и куда залетает ну-ка давайте посмотрим куда же там залетела а в нлдшку вот так вот просто взял и выцелил нлдшку потому что нлдшка полный картон хотя по идее нас защищает вот этот бордюрчик ну вроде как вроде как должен защищать и вновь нас простреливают куда в этот раз опять в то же самое место то есть нашему герою просто тупо не везет ему накидывают именно в нлдшку сейчас не пробили видимо то ли в борт попало то ли еще куда-то скорее всего сейчас получим еще смотрите какой космический угол был просто нереально вывернутый угол да и все равно нас вновь пробили это я просто хотел показать насколько бездарная броня у этого танка поэтому этот реплей выбрал сами все видели да легчайше пробивают исы у которых со сведением проблем у которых с точностью стрельбы проблемы ну я думаю какие-то дополнительные комментарии по поводу брони излишне да они не стреляют верхнюю часть брони хотя если бы они переключились на голду то я думаю что они спокойно бы прострелили нас но как видите да с броней у нас не лады странно что он там стоит я бы на самом деле на его месте уже давным-давно отъехал но вот он решил остаться и в итоге поплатился а тут нас закрысил скорпион да но могу вам сразу сказать это будет победа давайте ладно промотаем это все дело не будем смотреть ура ура победа 1962 урона мы опять-таки настреляли 800 заблокировали то есть что-то мы все-таки танканули пару снарядиков повезло 52 тысячи кредитов у нас получилось и мы на второй позиции наше с горем пополам но все-таки победили сому а молодец пять фрагов сделал не стоял без дела поэтому чисто за счет этого сому а мы все-таки смогли ну и давайте подводить итоги по данному танчеусу что же я могу сказать приятного про тортал мк-1 ничего ничего не могу сказать приятного учитывая что он стоит 8 с половиной тысяч это просто жесть какая-то это нереально дорого для этого танка красная цена этому танку 5000 золота не больше даже 6000 золота мне кажется это многовато для него но с учетом и полной комплектации вот в том наборе где два танка его еще можно рассмотреть если у вас обоих машин нет если у вас есть хотя бы одна из этих машин то вообще эти предложения абсолютно не интересны вам сто процентов ни в каком виде ни в каком соусе эти предложения брать не нужно тортал не стоит этих денег семь с половиной тысяч золота между прочим на прошлую черную пятницу стоила химера где химера а где тортал насколько легко играть на химере и насколько сложно играть вот на этом куске говна короче я очень негативно отношусь к торталу потому что он абсолютно не эффективен вот ну на мой взгляд чисто на мой взгляд может быть у вас какое-то другое мнение поэтому пишите мне это мнение в комментариях поспорьте со мной объясните что я не прав в каком месте я ошибаюсь мне будет интересно это все почитать естественно я вам отвечу ну или постараюсь ответить вот может быть где-то от позиционки этот танк заиграет но не за семь с половиной тысяч золота это очень много ну и ребят подписывайтесь на канал ставьте ваши лайки естественно мое мнение это мое мнение ваше мнение это ваше мнение но в любом случае подходите адекватно к вопросу о покупке техники данный аппарат тех денег которые за него просят точно не стоит всем спасибо кто досмотрел до самого конца все красавчики и всем пока